Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о событиях на финансовых площадках. Ну а учитывая, что сегодня пятница, хотелось сказать прекрасная весенняя пятница. Но только что, к сожалению, мне этой возможности лишили. Завтра будет еще более прекрасная суббота весенняя. Ну так ладно, бог с ним, с погодою. Итак, прекрасная весенняя пятница. Финансовые итоги недели мы сегодня подводим и у меня в гостях. Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Капитал Менеджмент. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Добрый вечер, Леш. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Для этого есть телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, потому что действительно вопросов много. Многие из них пока даже не подразумевают и ответы-то, собственно. Ну да ладно. Чуть позже об этом мы поговорим в деталях. А сейчас, как всегда в это время, в 18.05 в Москве, я попытаюсь сформировать, нарисовать картину маслом. И так, что же происходит сегодня на основных финансовых площадках. Начнем с Азии. Сегодня действительно Nikkei 225-й здорово просел. Больше чем 2% он потерял. Видимо, повлияла ситуация валютного рынка. Иена укреплялась сегодня. Ну и, может быть, еще что-то повлияло. Тем не менее, он в отрицательной территории. Все остальные, я имею в виду его коллеги, да, сегодня закрывались положительно. Далее, наши отечественные индикаторы тоже теряют сегодня примерно одинаково. 9,0% РТС и ММВБ в минусе сейчас. Вот. Европа более-менее, ну, по крайней мере, ФУЦИ-100 более-менее в плюсе 0,3%. И, 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 и. И что еще тут? А, ну и американцы, так, они у нас открыли. Да, уже торгуются и прибавляют, ну, скромненько пока по полпроцента. И СНП-500, и Доу-Джонс. Дальше смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Брент ниже 108 долларов за бочку. 107 с полтинную золото продолжает волатильную торговлю. 1615 сделало оно вчера. Сегодня корректируется 1607 в моменте стоит тройская унция. И индикатор валютного рынка евро-доллар отскакивает достаточно агрессивно сегодня. И выше 29 фигуры 1,29 с полтиной. Иена, как я уже говорил, корректируется. Доллар иена 94,80 в моменте. Основной набор голубых фишек сегодня в основном в отрицательной территории. Ридером падения можно назвать Аэрофлот. Почти 3% в минусе. Газпром чуть больше процента. 2,2% минуса у Сбербанка. Ниже 100 рублей за бумагу стоит уже он. Сургутнефтегаз теряет 2%. И 1,5% Роснефть. Ну а в зеленый, с зеленым цветом сегодня Росгидропроцент плюсе. Ну и не существенно лукоил и Ростелеком. Вот такова картина масла. Итак, давайте начнем разговор. Финансовые итоги недели. Подводим мы итоги недели. Какие основные события? Извините уж, конечно, я задаю вам этот вопрос. Вы на него всю неделю наверняка отвечаете, Леша. Но, тем не менее, озвучим его еще раз. Итак, основные события этой недели. На что мы были с вами... Что было во внимании? Ну а основная негативная реакция это на ситуацию на Кипре. То есть на прошлых выходных первое сообщение, которое было о том, что Кипру будет все-таки выделена финансовая помощь в размере меньшем, чем просили. Просили 17 миллиардов евро, а дадут только 10. А затем уже последовали те достаточно драконовские условия, на которых тройка кредиторов готова эти условия предоставить. То есть фактически речь идет о принудительном налоге на депозиты. И вот всю неделю мы отрабатываем вот эту негативную новость. Хотя, в принципе, на неделе была статистика. Статистика в Штатах. И она, в принципе, по большому счету достаточно позитивная. Большинство позиций из тех, которые выходили. Некоторые позитивные моменты были по Китаю. И вчера определенное такое, ну не вчера, сегодня, а с утра определенное разочарование по поводу Японии, где пока что новый глава Центробанка не сказал ничего того, что от него ждали. Каких-то обнадеживающих вещей, каких-то своих программных заявлений. Но, тем не менее, все крутилось вокруг Кипра. И в контексте того, что насколько пострадает Россия, насколько могут пострадать российские компании, насколько могут пострадать российские компании-эмитенты, российские брокеры, кто из них и сколько денег, российские олигархи, как угодно. Вот в этом контексте. Слышали мы заверения о том, опять же, от представителей, так или иначе, различных кругов и от брокеров, и от самих компаний, и от правительства, что серьезно и от самих компаний-эмитентов, что серьезно пострадать никто не должен. И, насколько я понимаю, вот поскольку я покинул, так сказать, активный рынок час назад и уехал к вам, пока ситуация не разрешилась, но, судя по тому, что Доу Джонс находится в плюсе, и, то есть, вот та негативная ситуация, по крайней мере, Америка не хочет как-то сильно реагировать на европейские проблемы, об этом мы тоже не раз уже говорили, да, то есть, то, что немцу плохо, то русскому хорошо, и наоборот. Ну, в данном случае, американец и европейец. Тоже мы об этом знаем. Они опять будут, наверное, показывать всем, что все деньги к нам, наши активы самые интересные. Ну, отчасти, может быть, это и так. Значит, сегодня еще определенный негатив был по поводу того, что уехала кипрская делегация из Москвы, ни о чем не договорились. Речь шла о том, что в пожарном порядке были предложены России в обмен на финансовую помощь, так сказать, определенные активы, либо, так сказать, как я понимаю, активы, либо участие в капитале организационном финансовом и прочих. Ну, пока, в общем, скоропалительных решений со стороны российских властей принято не было, может быть, и правильно. Анонсировалось, кстати, сегодня, что вот в течение, да, пятницы, там, я уж не знаю, до какого времени выступит премьер-министр Кипра и уже объявит какое-то решение. Это вот было связано с ожиданием, что с Россией договорятся? Ну, возможно, возможно. Я так понимаю, что там все откладывается, и банковские каникулы откладываются, и введено, как бы, финансовое, чрезвычайное финансовое положение, ограничивающее движение капитала. Еще одна новость, о которой я не упомянул, да, которая не касается Кипра, и, может быть, достаточно позитивно для России в долгосрочной перспективе. Визит китайской делегации. Китайской делегации... Сегодня, да, с президентом встречался? Пока что, пока что, и я так понимаю, что встреча, может быть, она еще даже не закончилась. И последняя новость, которую я видел, вот как раз сейчас назад, что господин Сечин присоединился. Вот там, возможно, достаточно интересное сообщение по поводу сотрудничества и Газпрома, и, так сказать, Роснефти с китайцами. И тот факт, что Китай пока инвестировал в Россию в виде, так сказать, прямых инвестиций достаточно мало, относительно других стран, вселяет определенную надежду. То есть потенциал здесь достаточно большой. И для нас это хорошо, потому что мы завязаны на европейский рынок, на европейский рынок сбыта для себя. И лихорадка вот эта европейская, конечно, она поэтому оказывает негативное влияние на рынок. Ну, резюмируя, что можно сказать? То есть вот наш рынок, мы открылись со серьезным гэпом вниз в понедельник, и фактически индекс МВБ занимается тем, что тестирует, показывает волатильность вокруг, так сказать, 200-дневной средней. Всю неделю, всю неделю. И было два дня, когда пытались развернуть рынок вверх, пробить снизу вверх отметку 1460, но не удалось. Но не удалось. Значит, эти вопросы откладываются на следующую неделю, которая, напомню, будет финальной недели первого квартала. Поэтому, конечно, инвесторы, те, кто находится в длинных позициях, им бы хотелось, чтобы ситуация с Кипром хотя бы как-то частично смягчилась, и под конец квартала рынок как-то немножко отыграл часть потерь, которую мы увидели на эту неделю. Ну, хотя бы куда-то поднялся на район 1500, может быть, или 1490, хотя бы туда. То есть это будет сохраняться мизерный плюс по итогам первого квартала относительно начала года. Когда в прошлый год мы заканчивали на отметке 1474, сейчас 1444, если не ошибаюсь. То есть формально мы даже в небольшом минусе. То есть после хорошего января у нас последовал такой умеренно негативный февраль и пока что вот такой неумеренно негативный март. Так, лайф-капитал забивает Церехова. Медведям дают мясо и не дают... Не ссорьтесь, друзья, у нас же целый час впереди. Как? Значит, во-первых, забудьте, что он все сказал. Все это неправильно. Кипр — это домовая завеса. ВВП Кипра — это 1,6 ВВП США. 1,6 ВВП США. Вы просто про Евросоюз все время говорили. Есть как бы совершенно другие проблемы. Допустим, пик долговых выплат в Европе по трем странам. Да, это значительно серьезнее. Значит, как я... Ну, про Кипра Алексея на самом деле все сказал. Молодец, лайф-капитал тебе. Значит, что хотелось бы сказать. У нас такое судьбоносное событие произошло, что индекс вызывающихся рынков от компании MSCI, Морган Стэнли, он пробил повышательный тренд на этой неделе 9-месячный. И Бразилия, вот она... Индекс, бразильский бавесп, он снижался без остановок, кроме там 1 день была установка. А так вот мы пытались как бы тужиться, показать силу. И в этот момент Бразилия такими черными. Ну, понятно, что чем это все кончится, ничем хорошим это у нас не кончится. По-моему, события, кроме того, это Сбербанк, вот отчетность по СБУ были оглашены, размер дивидендов, по-моему, 2,37 на обычку, если не ошибаюсь. По-моему, вы еще не окончательно решили. Ну да, не окончательно. И, по-моему, плохое событие, это вот вчерашний индекс, индекс ПМА Германии, который шел ниже отметки 50. И все это вместе сформировало такой нехороший фон, что мы можем уйти ровно туда, где находится этот индекс рывающихся рынков от Морган Стендера. Он находится на начале декабря. В этот момент наш индекс был на уровне 1420 пунктов. 1420? 1420 пунктов, да. Вот так что... А оттуда, может быть, уже и... То есть прямая дорога, как минимум, да, к 1420? Ну, это не больно, на самом деле. 2%, это не больно. Это не больно, да, это немного. Кстати, снижение индексов наших отечественных исключительная реакция на Кипр, Андрюш? Ну, во-первых, еще вышли данные, они очень хорошие, а только капитала. Ладно, давай, сейчас новости, да, слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, продолжим. Сухой остаток на Финам. Финам. Я, Олег Дмитриев. В гостях сегодня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Капитал Менеджмент и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Подводим финансовые итоги недели. Андрюш, сейчас я тебе предоставлю слово, продолжу свою мысль. Я единственное хочу обратить ваше внимание. Евро скакнул буквально вот в последние 5 минут, сейчас пробивается уже к 30-й фигуре. Штаты растут. Растет, да. И забавная фраза. Евро растет, читаю ленту новостей Доу Джонс. Евро растет на фоне неопределенности на Кипре. Ну, давай. Ну, значит, у кого-то все-таки есть определенность? Видимо, да. Кто-то что-то узнал. Инсайдера шарты закрывают. Ну, наверное, не инсайдеры, все закрывают шарты. Понятно, что пятница, опять суббота скринька. Ну, вот в связи с Кипром, несколько циничных мыслей, так сказать, и евро, да. Во-первых, это некий полигон. Да, как бы, насколько народ готов затягивать пояса. На самом деле, вот решать проблемы экономические за счет миноритариев, это не на Кипре началось, это началось за счет размывания капитала, когда банки европейские, там, определенные, например, Сандер, там, испанские. Вот. И второе у меня цинично, что вот подавливают, ну, просто цинично, евро специально таким лженегативным, микроскопическим Кипром, там, где один миллион сто тысяч живет, да, вот просто, просто это, потому что уж больно плоха, как бы, ста стата по Франции. Ну, просто... И слишком дорогой евро, соответственно. Да, надо немножечко, так сказать... Ну, хорошо, ты же сам договорил, а, прецедент, прецедент. Если можно, да, на Кипре отбирать, так сказать, деньги, ни в чем не поведен. Я думаю, здесь для радиослушателей важно, как раз, вот, Андрей, тебя акцентирует, собственно, ты что хотел сказать, да, ты абсолютно прав, что маленький Кипр, да, маленький Кипр, как у меня коллеги по работе говорят, маленький Кипр, что ж ты натворил, да, то есть, понятно, что он маленький, и сумма, сумма, вот, даже сумма помощи Кипра, она, конечно, ни в какое сравнение не может идти с тем, с теми проблемами, которые могут возникнуть других... Да и какие уже возникали, нагреться сколько потратили, да, 10 миллиардов, и они, значит... То слово, которое сказал господин ведущий, вот это вот прецедент, вот это самое неприятное, да, и чтобы наши радиослушатели тоже понимали, то есть, что, что, почему так российский рынок реагирует. Нам ведь за последние 5 лет многие российские фирмы уже перестали пользоваться кипрскими офшорами по разным причинам, то есть, исход как бы оттуда, и по прогнозам, вот я слышал прогноз одного известного экономиста, ближайшие 5 лет вообще можем просто отказаться, ушли бы оттуда, но если вот не эти события, они могут только ускорить этот процесс, вот, поэтому прецедент, и из-за этого страдает российский рынок. Такой же сценарий могут попытаться провернуть и в других европейских странах, и это крайне неприятно. Если в Кипре съедят, ну, а почему-то... И фишка в том, что им на самом деле, почему вот и штаты сейчас, может быть, и почему евро-то отскакивает, почему там спекулянты, наверное, фиксируют позицию Медведя, да, потому что если, как бы, вот тройка кредиторов, это, конечно, замечательно, они говорят, ну, вот мы там, Кипр наши условия не выполняет, мы не знаем теперь, что делать, а делать им нечего, придется помощи оказать. Почему? Потому что тогда, значит, Кипр объявит дефолт, может объявить дефолт, или может, что еще, не дай бог, проголосовать за выход из еврозоны, а это будет крайне негативно, и это им абсолютно не нужно. Поэтому, возможно, многие вот игроки на рынке, и те, кто вот, например, подбирал бумаги, у нас тоже надеются на это событие, причем на... то есть все-таки на оказание помощи, потому что вот эти крайние две вещи негативные, дефолт или выход из еврозоны, то есть если бы они, например, Кипр как-то раньше исключили, там выдавили как-то, тогда как бы и фиг бы с ним. Ну да. А сейчас нет, то есть страна, страна члена еврозоны, если объявит дефолт, это будет негативнейший прецедент. Поэтому ближайшие три дня, я не исключаю, какие-то будут опять, вот и опять на выходные, к сожалению, когда мы не успеем отреагировать, может быть, еще в понедельник, какие-то успокаивающие, какие-то там в экстренном порядке могут придумать. Мне вот кажется, что давно бы оказали помощь, но вот эти вот выборы сентябрьские в Германии, они вызвали такие заявления воинственные, там же вот эти вот оппозиции, что говорят, хватит кормить русскую мафию на Кипре, да, и Меркель руки связаны, если она не хочет получить голоса, она должна быть жесткой такой, воинственной. Вот она и продемонстрировалась, да, жесткой. Все политически, политически. Что у нас, какие, так сказать, сектора полетели по итогам недели, хуже всего у нас два сектора, это энергетика и финансы. Вот как вот все узнали, что, ага, активы ВТБ, это вот так вот и продавай. Просели, да. Я думаю, что не Кипром едином, так сказать, жив человек. Не, безусловно, и слава богу, конечно. Про это можно отдельно даже сказать, если вот буквально радиослушателям, потому что тот, кто, например, на рынке не участвует, подумает, что вот всю неделю рынок только и делал. Рынок, конечно, сейчас очень настроен негативно, и он крайне вялый. Даже вот сейчас наш российский рынок незадолго перед своим закрытием совершенно не хочет отыгрывать позитивную американскую динамику, да. То есть, как думают спекулянты наши на российском рынке, а, ну ладно, Америка сейчас хорошо открылась, сейчас поторгуется, а потом еще непонятно, может и упасть. Да, такое бывает, конечно. И сейчас вот напрочь пытаются игнорировать рост американских индексов. Вот. Были позитивные моменты, да, то есть видно, например, что в бумагах, где близится закрытие реестра, да, то есть вот после предварительных цифр по Сбербанку опять стали покупать PREV. В принципе, по ходу недели пользовался спросом «Газпромнефть» периодически, где закрытие реестр тоже в конце апреля. были большие беды в таких бумагах, как «Сургут» нефтегаз привилегированный. «Газпром» неплохо стоит, да, надо отметить, что вот эту вот медвежью атаку «Газпром» пережил практически без потерь. То есть, конечно, с максимальных там значений со 144,5 он откатился, но в принципе 141, 142 он же недели раньше торговался 136, 138. Поэтому, как я считаю... Какая-то ходка была неожиданная. Я думал, 133 на 140, 141. Там я бы попродал, и потом 144. Ба-бах! И, то есть, на самом деле, можно такие определенные крупицы позитива найти, да? То есть, нельзя сказать, рынок в целом, конечно, отвратительный, да? Но, что называется, «Васька слушает ДЕС». Некоторые бумаги вот там... Василий Оленник. Василий Оленник, да? Управляющий. Василий Оленник — это кот. Кот Васька. Это тоже, наверное, Иван Андреевич Крылов. Вот «Васька слушает ДЕС». Буквально вот 2-3, да, сколько я там перечислил, играли. Кстати, «Газпром», возможно, ожидает вот результатов визита китайской как раз делегации. Рывок в Роснефти вчерашний, к сожалению, не удалось достичь отметки 245, но я думаю, что «Медведи» были неприятно удивлены, потому что «Медведи», конечно, ожидали, так сказать, закрытия своих шартов там на 230 или ниже, фиксацию прибыли. И кого-то, может быть, даже немножко уже и вынесло. А я думаю, что если будет снизу вверх пробой 245, там будет уже такое серьезное закрытие шартов. Вот, поэтому нельзя сказать, что только был негатив, но, к сожалению, к сожалению, если смотреть, да, то есть и опять вот эта мысль, об этом мы говорили, и коллеги мои говорили, когда и месяца два назад, что этот год, он не будет годом как бы фондового индекса. Сам по себе индекс МВБ, он не очень интересен, да, не показывает как-то большого плюса, большого минуса. Отдельные бумаги, да, то есть необходимость вникать в отдельные корпоративные идеи. Отдельные бумаги могут быть существенно лучше рынка. Составив портфель, скажем так, буквально там из двух-трех таких эмитентах, вы можете быть гораздо лучше рынка. Ну вот, то есть есть такая необходимость в этом году серьезно вникать. Потому что, играя по индексу, ну да, как бы тоже динамика определенная будет. Но и на фьючерсы, кстати, по индексу. Ну вот, я больше индексом МВБ занимаюсь. Все равно, даже если взять индекс РТС, нам достаточно порой бестолковая, на мой взгляд, волатильность наблюдается последние два месяца. То есть каких-то идей нет. А вот в отдельных бумагах, например, в июньских фьючерсах сейчас уже наблюдается такое явление, как беквардация. Беквардация. То есть хеджеры продают июньские фьючерсы, рассчитывая на то, что будут выплачены дивиденды неплохие по российским бумагам. Хеджировать свои позиции на спот-рынке. Уже набрали бумаг. Уже набрали бумаг. Беквардация по фьючерсу на акцию МТС июньская. Беквардация Сургутнефтегаз провелегированный. Беквардация в «Газпроме» уже идет практически 4 фигуры, то есть 4 рубля, а дивиденды будут больше. То есть, как говорится, Васька слушает ДЕС, хеджеры уже, так сказать, хеджируют свои позиции, готовят, так сказать, свои портфели к прохождению через реестр. А вот такие индексные вещи, да, то есть вот банковский сектор и сами по себе индексы МВБ и РТС, там спекулянты, ну, кто-то, так сказать, осознанно, кто-то неосознанно, достаточно бестолковая, на мой взгляд, волатильность. Андрюш, ты говоришь, хуже рынка энергетика и банковский сектор. Ну, банковский сектор, я думаю, металлургия отвратительная. Металлургия еще, да? Металлургия не так отвратительная. Не так отвратительная, потому что ты ее покупаешь периодически, я помню это. Так вот, банковский сектор мы связываем, да, с проблемой на Кипре, что естественно, а энергетика-то что ей? Ну, там, во-первых, мизерные дивиденды, вот, и нету таких внутренних драйверов роста, потому что, конечно, перед дивидендным периодом совершенно другие бумаги должны покупать. То есть, мы видим данные по оттоку капитала, который за неделю был максимальный. Естественно, в таком оттоке, чтобы начался спрос по всему спектру бумаг, это просто не реальный. Соответственно, приходится выбирать какие-то идеи. Ну, в частности, какие идеи-то? Вот что я сделал, значит, я сформировал очень хорошо по «Газпрому» 134. Вот я вообще-то считывал, что «Газпром», да, сформировал. Потом я продал на прошлой неделе 140, да, вот. И так неожиданно пошло на 144, привыкли, что «Газпром» слабая бумага. И для меня это было не то чтобы шок, но неприятно. Вот, ну, как бы в голове-то у меня есть определенная картинка, что будет дальше. Я-то думал, что «Сбербанк», не знаю сейчас, почему. Да, инсайт, инсайт, да, ну да, инсайт. В прямом эфире, инсайт, да. Не надо никого инсайда, зачем? Инсайт в прямом эфире, это не инсайт, это честный прогноз. Что будет с «Газпромом»? Вот, исключительно субъективное мнение. Мне вот исключительно субъективное мнение, что надо формировать позицию по «Газпрому», что пойдет у нас всего на 152. Вау. Вот, но это исключительно такое субъективное мнение, извините меня. И проходить через реестр, получать дивиденды или нет, просто продавать. Не ожидая закрытия реестр. Ну, это в зависимости от того, как он будет двигаться, как он быстро... На самом деле, Андрей прав. Технически вот в пятницу, даже было немножко обидно, что в прошлую пятницу не было показано 145 рублей. Я сам пока тоже вышел. Схему, схему как бы «Спотфьючерс» не открывал. Сейчас у меня нет позиции по «Газпрому», наблюдаю за ним. Наблюдаю. Может быть, тоже буду пробовать проходить через реестр. Я в других бумагах... Ну, то есть, цифру в 150... Сколько, в 153 ты назвал? Да, там и выше может быть. В 152. И выше может быть. Особенно, если вот, например, сегодня вечером какие-то будут новости, вот по итогам встречи с китайцами, что-то там интересное. Поэтому... Интересное что-то, если озвучат они. Вполне может быть. Ну, собственно, о чем идет речь, да, еще раз. То есть, России необходим рынок сбыта альтернативной европейской. Леша, извини, пожалуйста, сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, продолжим подводить финансовые итоги недели. Сегодня пятница, и, соответственно, сухой остаток посвящен именно этому. Напомню, что в гостях у меня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу в целях Capital Management, и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank, мы говорим об основных событиях прошедшей недели. И я хотел бы, Андрюш, смотри. Федорезерв заседал у нас, да, во вторник, на среду. В среду, говорит, все нормально. Забыли упомянуть, кстати, о Федорезерве. Вот мне бы хотелось еще, чтобы вы прокомментировали итоги двухдневного заседания. Ну, не с точки зрения, конечно, процентной ставки, все здесь понятно, более-менее. А с точки зрения, да, выступления господина Бернанки и его видения ближайших перспектив американской экономики. Я обратил внимание, что прогноз по безработице, который он дал на 2014 год, он чуть-чуть лучше, на 0,1 диапазон, чем был до этого. Чуть-чуть лучше. Это, значит, возникли на фоне этого новые спекуляции о возможном ограничении программы выкупы активов более. И, в частности, аналитики ССЕ «Женераль», там одна женщина, сейчас я не помню, как ее зовут, но она сказала, что мы уже можем увидеть это ограничение в программе СНБС. Ну, неважно, в общем, она сказала, что можем уже в сентябре увидеть, в общем... В сентябре этого года. Да, ну, небольшой вот, ну, такой сигнал такой, да, и я к этому очень серьезно, на самом деле, отношусь, потому что, если посмотреть индекс Standard 500, который сейчас около максимума 97-го года, ой, 2007-го года находится, то там, на самом деле, растут только 10% акции, а широким фронтом он не идет, вот. А остальные 90-го, они буксуют на месте, в общем, и поэтому, я думаю, что в преддверии вот этого сворачивания, если будет выходить хорошая статистика, мы вполне можем увидеть что-то такое. Вот, и также можно посмотреть внимание на индекс Nikkei, который вы только что сказали. Он вот сейчас подошел к такому уровню, 50% коррекции от 2007-го до 2009-го снижался, сейчас он повысился, ровно 50% коррекции. Фибоначчи. Ну, не, почему 50%? Почему Фибоначчи? Надо в камеру показывать, чтобы... Да. Вот. Потом подмонтируем. Хорошо. Вот. И поэтому, я думаю, что неприятность может какая-то в второй половине года с американским рынком что-то произойти. Ну, я так понимаю, что все-таки большинство аналитиков сдвигает эту неприятность на первый квартал следующего года. Да, то есть выступление господина Бернанки, там интересно, с одной стороны, он успокоил всех и сказал, что пока что выкуп будет продолжаться, и рынки на это позитивно отреагировали. Ну, в то же время, в то же время, да, то, о чем сказал Андрей, улучшение прогноза по безработице, а он ведь сказал, что безработица, говорил раньше ФРС, что безработица – это один из основных индикаторов. Как только ситуация с безработицей будет улучшаться, программа количественного смягчения будет потихоньку сворачиваться. Ну, и вот исходя из всего этого, как я понимаю, сейчас уже аналитики стали прогнозировать, аналитики макроэкономисты, и вот, возможно, сворачивание программы КУЕ, они где-то уже сейчас вот таргетируют уже где-то на первый квартал следующего года. Это связано, кстати, с переизбранием господина Бернанки? Он последний год дорабатывает, насколько я помню. Ну, я так, на самом деле, то, что я читал, что он хочет уйти, не дожидаясь этого. Это очень хитрый ход, да, она такой вот хитрый… То есть, как это, со счетом или на щите, да? Он со счетом все-таки хочет. Да, он хочет уйти со счетом, так сказать, я думаю, что многие из нас поступили бы точно так же. Вот, поэтому… С другой стороны, это не все же в его руках. Вот он так хочет сделать, да? Ну, поживем-увидим. Вот сегодня еще были заявления опять одного из представителей ФРС на тему того, что, да, так сказать, выкуп продолжится, и, так сказать, политика низких ставок будет продолжена. Поэтому я, кстати, вот не в последнюю очередь именно с этим связываю то, что штаты сейчас плюсуют. То есть, были успокаивающие заявления по поводу США. Ну, и, так сказать, Бернанки говорил о том, что ситуация на Кипре, да, почему вот так они не отреагировали-то на Кипр практически, что ситуация на Кипре, она практически не повлияет на американскую экономику. Да-да-да, совершенно. То есть, он с одной стороны, да, проблема кипрская, это серьезная проблема для еврозоны, но на американскую экономику… То есть, на самом деле, на самом деле, вот тоже нашим радиослушателям полезно знать тем, кто, может быть, несколько дальше от рынка, кто торгует, они, может быть, и лучше нас это знают, что американский рынок, он очень послушный, очень послушный в смысле реакции на заявления таких вот своих ключевых фигур, как то, например, председатель ФРС, там, не знаю, там, президент Барак Обама. Но он послушный, в смысле, он доверчивый, да, он доверяет. Он доверяет, да, то есть, карт-бланш очень большой, да, если, так сказать, человек говорит что-то успокаивающее, так сказать, облаченное большими полномочиями, значит, надо бежать вверх, набирать бумаги, наоборот. Если он говорит что-то негативное, надо выходить из бумаг. Вот это же касается представителей достаточно крупных инвестиционных домов. Вот, кстати, я хотел сказать, попало мне в руки исследование по поводу инвестдомов, значит, как рекомендации влияют на котировки американские. Интересная штука получается, что когда Морган Стэнли, там, как что-то рекомендует, то, когда рекомендуют на покупку, то в среднем акции растет на 3%, а когда на продажу, на 7, там, 9% впадает. То есть, рекомендации на продажу, они настолько редкие, что если уже, как крупный инвестдом, говорит, там, уменьшить, да, хуже рынка чего-то. Это значит, что он уже сам продал, и где-то там бедует. А потом, все-таки, рекомендации на продаже, это еще не просто возможность заработать на шарте, это еще такое предупреждение, ребята, на продавать, и все будет плохо. И вот тот же самый Морган Стэнли, он немножко успокоил публику, это было в понедельник, когда сказал, что Кипр это краткосрочный негатив, но, в принципе, экономика очищется, более прозрачно все будет в Кипре, и это позитив, ну, так, краткосрочно. И это все будет хорошо. Вот экономисты Goldman Sachs, я читал, сказали, что ситуация на Кипре, она как бы в моменте может не оказать какого-то долгосрочного негативного влияния, но потом она будет как червяк подтачивать яблоко. Давайте послушаем, у нас звонок, есть звонок, видимо, тоже в связи с Кипром. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер, я не знаю, не только присоединился недавно, ну, я банальный вопрос про евро-доллар, хотел спросить, вот евро-доллар к своим минимумам пришел до Кипра, да, а сейчас вот на Кипре евро не продают. Вопрос, как бы здесь нащупала она уже поддержку евро, или просто еще не все понятно с Кипром, и что-то там решат, они как бы там зачастую, ну, или что-то, вопрос такой, можно уже здесь где-то откупать эту пару? Откупаться уже, да? Да. Я понял, спасибо, Владимир, спасибо. Ну, давайте вот я смотрю на график, действительно, 28.50 сделал евро, но все-таки он сделал это на реакции на Кипра, не до того. Он сделал это сегодня, на этой неделе, точнее, простите, во вторник, да, после того, как сначала в понедельник с ГЭПом открылись, потом вроде отскочили, а во вторник добавились, добавились. Сейчас он уже в районе 1.30, как я уже сказал, ну, не знаю, есть там основания? Ну, там поддержка, я просто вот смотрел сегодня на Грефкина, вот точно, поддержка, то ли она действительно 1.28.5, то ли ближе к 1.28. То есть сейчас, конечно, речь идет о том, что спекулянты, те, кто играли на понижении по евро, фиксируют прибыль. А, значит, на ожиданиях того, что мы вот говорили уже об этом, да, что может быть какой-то позитив. Да. Если нет, на следующей неделе мы увидим медвежью атаку на уровень 1.28. Вот, вот, как бы смотрите сами, если у вас уже хороший профит накоплен, да, если вы продавали выше евро, то, может быть, частично как-то зафиксироваться, если вы еще этого не сделали. То есть, по идее, можно было какой-то трейлинг-стоп поставить, и при развороте вверх, да, там, при пробое, например, там, 1.29 внизу вверх, может быть, как-то фиксануть эту... Ну, это если есть позиция, я так понимаю, Владимир, позиция только собирается формировать. Кстати, Андрюш, по поводу 50%, ну, не Фибоначчи, я так понимаю, да, в принципе, 50%. Вот 28.80, это когда половина движения от минимумов до максимумов, да. Ну, рынок такие вещи отмечает, вот что он нам, собственно, и продемонстрировал. Я понял, хорошо, давайте продолжим. Значит, собственно, мы, да, мы поговорили с вами о заседании, двухдневном заседании Федрезерва, ожидание пока, я так понимаю, программа количественных ничей не будет продолжаться, но все внимательно будут смотреть на статистику с рынка труда. Так, по поводу, да, по поводу ухода господина Бернанки, вот. Вот, если можно, еще прокомментируйте. Во-первых, смена главы Федрезерва не будет еще и ознаменовываться сменой монетарной политики. Посмотрим, в Штатах, если вот мы обратим внимание, там в последнее время как раз идет изменение кадрового состава определенное, да, то есть придя на новый срок, Барак Обама занимается тем, что меняет потихоньку. Везде ставит своих людей, помните? Да, везде ставит своих людей. С одной стороны, это признак, может быть, силы, да, то есть, а с другой стороны, кто-то рассматривает это как признак слабости, да, то есть человек, так сказать... Подстраховывается. Да, подстраховывается, не готов, не готов видеть оппонентов везде, как бы на всех подстах ставит своих людей, и как мы знаем, то есть здесь что может быть? То есть, может быть, наоборот, все как бы хорошо и спокойно, да, а с другой стороны, а может быть, какие-то негативные события, которые просто, то есть, какие-то негативные решения, которые просто эти люди примут под козырек. Как у нас в 98-м году, да, один министр, там, второй, так сказать, Председатель ЦБ, все нормально И, так сказать, народ все потерял Все замечательно Поэтому ухо надо держать во строй Я, на самом деле, негативно настроен По поводу планки американского бюджета Я считаю, что Я хотел дать спасибо, что ты Проблема-то осталась Неисправимый медведь Не по-американскому, конечно, фондовому рынку Там, безусловно, все задерут вверх Там всех затащат в бумаге Тот, кто надо, тот заработает Но в смысле вот американской валюты Я вот неисправимый медведь Я считаю, что все равно Как вот смеются мои коллеги Мы не дождемся, наши внуки Будет девальвация доллара Потому что такой долг содержать Просто так Америка не сможет Девальвация-то серьезная Сейчас он 1,30 Михаил Федоров, который часто выступает В этой студии Он сказал, что в два раза ожидает Просто потому, что При существующем Я, конечно, трейдер Трейдер, я управляющий консультант Но у меня, может быть, в меньшей степени Я, конечно, не экономист Но, насколько я понимаю Своим скромным умом Вот меня можете исправить Поправить, если я не прав Данная финансовая экономическая система Пока ничего другого не придумала Либо вы объявляете дефолт Если вы не можете платить Либо вы можете попробовать Девальвировать свои долги Девальвировать свои долги Да, как-то Никто ничего другого еще не придумал Если придумают что-то Тогда, значит, мы это страшное событие не увидим Но я думаю, что к этому все равно мы придем Это замечательная страна Когда-нибудь это сделает Либо вы взорвете в Европе небольшую бомбочку Чтобы все ресурсы шли Благополучную Америку А вот, кстати, вот это самое неприятное Потому что те, кто вот внимательно следит И отмечает военные события На историческом графике СНП и Долджонса Они скажут о том, что Америка Да, вот она любит еще вот этот вариант Избирать Вот это не будет, конечно, плохо А ты, кстати, по доллару-то А что мне по доллару сказать? По доллару-то Ты бык? Ты бык по доллару? Ну, если Андрей... Нет, я вообще скептически отношусь К тому, к возможности прогнозировать валютные курсы А здесь даже как бы В чем неприятность-то? Что там, скорее всего, сначала будет рост То есть доллар как бы укрепится Да, и потом уже Просто от своей безальтернативности Безальтернативности И всех туда затянут Так же, как и в долгосрочный американский трежер И там все останутся Всем скажут спасибо за помощь американской экономике Ну, в нынешних условиях в любом случае... Хотелось бы, хотелось бы, чтобы наша российская Короче, у тебя долларов нет Министерство финансов Мне все сильно помогало Накопление Труняева не в этой валюте? Не в долларах Я об этом говорю У меня спрашивают В валюте Димбабова Нет, нет Я считаю, что это... В юанях Правда, говорят, обычно в смысле кредитов То есть не берите кредит в другой валюте Отличный от той, в которой вы получаете Если я получаю заработную плату в рублях То я инвестирую и в рублях И какие-то активы, так сказать, материальные И недвижимость приобретаю за рубли Ты в рублях держишь? Нет, я не держу Я стараюсь их тратить Приобретать какие-то активы За рубли Какие-то фондовые активы И так далее Ну ладно, я понял Хорошо Не будем пока, тем не менее Не будем хоронить Да, но пока это великая страна Не будем ее хоронить Боже упаси Боже упаси Боже упаси Еще не все прибыли заработанные Твои слова, как реальные рекомендации какие-то Боже упаси Уолл-стрит еще хочет бонусы Ты сказал, что скажешь нам Три бумаги Помните, три идеи Надо выбрать две-три бумажки Тройка, семерка, туз Я вам сам скажу Которые нас способны На самом деле мы немножко отвлеклись Да, то есть смена кадрового состава в США Новый министр финансов Достаточно интересная фигура Будем следить очень внимательно Да, то есть я упомянул господина Кириенко 98-й год Да, то есть посмотрим, что предстоит ему Короче, по три бумаги мы не услышим сегодня Нет, я думаю, услышим Три бумаги на покупку, три бумаги на продажу Леша, подожди, сейчас у нас новости на Финам.фм А потом твои три бумаги как раз мы и послушаем Да, давайте продолжим наш эфир Итак, сухой остаток, подводим итоги Неделя, кстати, все-таки была сложной достаточно И с точки зрения событий, и с точки зрения движений Собственно, на финансовых рынках Да, вернемся мы, да, к разговору Сейчас вот про закрытие российского рынка Он закрылся Он, кстати, да, он закрылся, но закрылся драматически В частности, вот РТС просил еще больше 1420 уже ММВБ тоже Да, и ММВБ, сейчас я посмотрю ММВБ, да, уже больше, чем по проценту И тот, и другой ММВБ 1440 1440 То есть висим на двухсотдневном среднем Как, так сказать, штангист Господи, штангист этот Как новобранец на турнике Оговорка по Фрейду Висим как штангист, это нормально Вот, и, насколько я понимаю, это было сделано не в последнюю очередь за счет акций Газпрома Значит, Газпром прижали к отметке 140 рублей Он был чуть выше весь день И на фьючерсах, вот я обратил тоже внимание Там 136-я фигура практически сверху вниз пройдена То есть хеджеры, так сказать, продолжают хеджировать свои позиции Те, кто решил пройти через реестр и получить дивиденды И за счет этого индекс ММВБ Немножко медведям удалось продавить Практически чуть ниже двухсотдневной средней Закрытие недели негативное Медведям ли? Скорее просто сбрасывали накопленное, так сказать Какая радость, ну можно так говорить Не совсем это медведи На самом деле паника, паника была в понедельник Сегодня, в общем, такой пани... Медведя, они открывают позиции короткие А кто будет открывать? Просто скорее закрывали неудачные, так сказать, инвестиции Если мы ждем индекс ММВБ на 1400 То у нас есть еще повод заработать Мы на 1420 ждем А вы можете ждать Все равно, но еще 2% Если ты откроешь позицию, так сказать, около 100 или 200 Так, Леша, давайте, ладно, смотрите По поводу финансового итога недели Мы более-менее поговорили И да уж у вас, я так понимаю Желание есть огромное Поговорить об ожиданиях, ближайших ожиданиях Значит, еще раз я повторю Ситуация в Европе сложная Вопрос с Кипром открытый Пока еще, хотя вот что-то происходит У меня такое ощущение, что, может быть, там тоже какие-то Сейчас идут, да, в моменте сообщения по этому поводу Но, тем не менее Значит, ЕЦБ продлил, по-моему, да, этот самый коридор ликвидности До 25-го, до 25-го, то есть до понедельника Последний день, да, когда ЕЦБ, значит, Кипром будет помогать Это понедельник, 25-й марта С 26-го, если ничего не решить А? Пока, в общем... Ну, понятно, да, они могут это... Мы пока можем говорить о том, можем констатировать то, что российский рынок закрыл неделю практически на минимальном значении индексов МВБ И напрочь игнорировал вот сегодняшний рост вечерней на американской сессии И игнорировал и рост цен на нефть Как-то нефть сегодня подрастает оба сорта И, в общем, особенно европейский сорт Вот пока все это российский рынок игнорирует И как бы делает ставку на то, что ситуация не разрешится в ближайшие три дня Поэтому, поэтому, говоря о прогнозах Если за, там, в субботу, воскресенье или в понедельник в первые, там, 2-3 часа до открытия Лондона Там, до 12 часов дня Последуют какие-то позитивные новости Какие-то позитивные заявления Может быть, сформироваться отскок наверх Довольно приличный Вот, что можно прогнозировать Понятно, что люди, так сказать, скажут Ну, нам нужны прогнозы дальше и так далее, и так далее Ну, господа, я вам отвечу так Вот, тот, кто пытается делать деньги на рынке, он зачастую не знает, куда он пойдет Вот, разочаровать я так хочу Мне очень нравится это высказание Это высказание не мое И достаточно уважаемый человек Многие его знают, наверное Я не буду его, так сказать, и рекламировать не буду Мне это высказание очень нравится Почему? Работаем, как бы, по технике, да, так сказать И в тех бумагах, в которых мы работаем Которые нам интересны, которые мы торгуем Да, есть такие бумаги, которые мы торгуем Мы, так сказать, ищем соответствующие сигналы наверх и вниз и присоединяемся Пытаемся просто на этом движении прокатиться Конечно, как простому гражданину, простому обывателю Мне бы хотелось, чтобы ситуация с Кипром урегулировалась И последнюю неделю российскому рынку удалось бы отыграть потери И закончить квартал более-менее Хотя бы на нулевых значениях относительно начала года Как спекулянт, я, конечно, циничный Если будет продолжаться движение вниз Я усилю короткие позиции и попытаюсь на этом заработать Но я буду зарабатывать на срочном рынке Почему? Потому что там сейчас фьючерсы с июньской экспирацией Там под давлением Там не только спекулянты открывают просто позицию вниз Там есть и хеджеры, которые хеджируют свои позиции на споте На споте я бы пока здесь особо так с шартами бы не упражнялся Потому что нас ожидает череда закрытия реестров Сбербанк будет закрываться По окончанию первой декады апреля в конце Апреля будет закрываться Газпром нефть И в мае, так сказать Поэтому будет принудительное закрытие коротких позиций Брокеры будут запрещать открывать шарты И здесь на споте, конечно, спекулянтам надо быть аккуратнее Я бы посоветовал использовать в большей части фьючерсы Для игры на понижение Там достаточно много инструментов Есть фьючерсы на индекс, фьючерсы на отдельные бумаги В общем, ну, конечно, это не западные рынки Но хватит Хватит на самом деле Я вспомнил, я тут комментарий написал Когда Сбербанк был 104 с половиной Написал, что пойдет это все 100-102 И написали Верников, проспись Кстати, на вашем сайте Проспись? Проспись Проснись просто Не проспись было написано Но на самом деле Как бы тут поймай ближнего В отсутствии западных, так сказать, игроков Все играют, поймай ближнего Сначала поймали на лжепробитии Сбербанка наверх Потом Лукоил На секундочку Пробил Опять посадили людей цинично Так вот цинично будем друг друга, так сказать По поводу прогнозов По поводу прогнозов Если кто не знает На следующей неделе стартует новый режим торгов на МВБ Т плюс 2 Это где, на фондовой секции? На фондовой секции тоже обещали Тоже обещали С 27-го числа 20 ликвидных бумаг параллельно То есть режим-то 0 с немедленным расчетом И режим-то 2 То есть российская биржа начинает тестировать режим расчетов С отложенной как бы поставкой То есть вам не нужно депонировать 100% средств Для того, чтобы совершить сделку Сначала вы где-то там стоите в очереди Совершаете, вам необходимо там 20-25% Просто начальной маржи Начального депозита Если сделка удается Через два дня вы обязаны полностью рассчитаться Это международная практика В Лондоне Т плюс 3 Ну как бы почему Т плюс 2 Я не знаю У нас был режим РТ стандарт Там был Т плюс 4 Но это другой вопрос То есть российская биржа Начинает движение, так сказать В сторону инвесторов И надеется на то, что Введение нового режима расчетов Будет способствовать В частности Повышению интереса к российскому рынку Поживем и увидим Не, ну безусловно Это позитивный шаг Очень все позитивно Нет, я хочу пожелать бирже Чтобы старт прошел успешно И так же, как биржа Так, как они планируют Чтобы до конца года Все бумаги перешли В этот режим В режим торгов Т плюс 2 Значит и государственные ценные бумаги И акции И чтобы действительно Это способствовал Повышению ликвидности Кстати, это будет очень интересно Для спекулянтов А спекулянты получат Дополнительную возможность Как бы сэкономить Потому что Если ты закрыл позицию Внутри дня Ты не платишь ничего Вот, то есть Это будет В какой-то степени Сравни фьючерс Это сродни фьючерс Вот, я тоже хотел Некой аналогии Со срочным рынком Так все-таки Я хотел закончить Давай, давай, давай У меня есть идеи, господа Ну так мы и хотели бы Не услышать А вы в высоких материях Вы какие-то Т приплетаете А я говорю вам конкретно Давай Мы ободряем инвесторов Значит Доллар, рубль Да, никто не покупает Потому что Пока рубль ослабляется Потому что не доллар Там есть 31, диапазон 31, 31,2 Некая площадка Сейчас стоит 31, 30,80 Ну вот Замечательно Да Я думаю, что это площадка Которая, так сказать Успокоится Я думаю, там успокоится Да, это уже будет Для отскока Второй У нас рынок С февраля Начало падает В коридоре падающем Можешь само не поспорить Развивающиеся рынки В падающем тоже коридоре Да Но Поэтому все вот эти Локальные моменты По Газпрому Понимаете Это немножко ловля Нажей до профессионалов Я, да Я рискую Я думаю, что там 138 И плюс еще Мне согласен с Алексеем С его идеей Которую он сейчас Не сказал почему-то Это приход пенсионных денег Что в конце марта Вот он постоянно приходит В начале апреля Причи Причи в языцах Да Не, ну уже это объявлено Причи, не причи И на каком уровне Как реальность На каком уровне Так сказать Придет Я сказать не могу Но Так сказать Придет, поддержит Да, точно Я не буду покупать Сбербанк Это 100% Вот Причем Подожди Покупать в принципе Или покупать на На отскоках Да Для долгосрочных инвесторов Сейчас уровни интересны Если надеяться на то Что рынок Это моя игра Да Потому что я считаю Что в принципе Будет отскок 97,5 Вот он будет На район 102 И дальше Опять вниз Где-то на 93,5 Это где 16 сентября Или 15 Изменили ставку ЦБ Вот поэтому Я не буду играть Сбербанк Алексей Поддержит Сбербанк Алексей поддержит Сбербанк обычка Поддержка 98 Американские не покупай Они уже достаточно сильно выросли Технически как Линия тренда Все там 200 Сколько это 100 дневная Скользящая средняя Какая-нибудь Да Видишь как Ну пока еще Даже не началась Никакой коррекции А еще коррекции нет Дождаться коррекции Дождаться Это пожалуйста Дождемся Я бы сказал так Значит Инструменты для спекулянтов Для игры как в одну Так и в другую сторону Это фьючерсы Прежде всего на индекс РТС Может быть МВБ Фьючерсы на бумаге Сбербанка и Газпрома На валюту не смотришь ты? Ну я не смотрю просто Валюту не буду говорить А три акции волшебные Время минуты Три акции В какую сторону волшебную Вверх Которые уберегут депо наше До конца года Ты сказал Две три акции Я не исключаю Что Роснефть будет Хорошо себя чувствовать Во втором полугодии Может быть Может быть тот же Сбербанк Может быть тот же Сбербанк Просто речь идет о том Когда бумаги будут очищены От дивидендов Да дивидендные идеи Будут отыграны В втором полугодии Так вот Спекулянты как бы Пожалуйста играйте Леша времени нет уже Но спекулянты Байроснефть спасай Россию Я понял Хорошо Друзья спасибо огромное Ну замечательно Пятница в конце концов Мы здорово с вами провели время Как минимум Да и подвели финансовые итоги недели Дали прогнозы Уважаемые слушатели Я напомню В гостях были сегодня Андрей Верников Заместитель генерального директора По инвестиционному анализу Целих капитал менеджмент И Алексей Труняев Заместитель начальника управления Ценных бумаг Лайф капитал про бизнес банк Спасибо вам Спасибо вам Вы хорошо провели Я вас слушал в основном Спасибо вам Уважаемые слушатели За внимание Впереди выходные Отдыхайте Набирайте сил Потому что наверное Следующая неделя Тоже будет не такой простой Но в конце концов Это жизнь Жизнь продолжается Всего хорошего Спасибо за внимание Успехов на рынке До свидания